финальная таблица и теперь уже так сказать мы с вами смотрим заезд байдарок двоек это последний сюжет в нашей сегодняшней программе байдарки двойки 1000 метров 16 экипажей из 16 стран здесь у нас тоже выступает уже в ранге олимпийских чемпионов владимир двукратного олимпийского чемпиона москвы и сергей чухрай мы их видим на экранах по моему у них пятая вода восьмая вода у них в этом заезде дан старт думаю что вот эта двойка наша двойка владимир сергей чухра это конечно не универсальная гребца не одинаково уверенные дистанцию 500 метров и дистанцию тысячи метров вот сейчас мы видим что они очень хорошо взяли старт ну вот посмотрим очевидно на дистанцию ситуация будет меняться не один раз очень плотный заезд пройдено 250 метров дистанции ну рядышком с ними там команда венгрии и испании команда гдр по 6 воде мы видим сейчас они буквально идут чуть-чуть уступая нашим спортсменам команда румынии идет очень хорошо но вот насколько вы хватит сил у них побороться с лидерами это мы увидим сейчас на дистанции дальнейшем вот уже позади половины дистанции в общем то пока вот это состояние сохраняется очень мощный уверенно двойка была который несмотря ни на что шла к своей цели вообще владимир парфиноч на этой олимпиаде он звал три золотые медали это такой спортивный подвиг который по моему никому не давалось еще во всяком случае в грибном спорте продемонстрируете на одной олимпиаде вот этот отрыв советской команды советской двойки уже становится более очевидным хорошо видно вот вы посмотрите какая борьба идет за второе третье место по 1 по 3 воде там нет это вторая четвертая вода вторая четвертая и наши вот так вот вторая четвертая венгрии и испания 2 4 6 вода тут практически не осунулись да команда гдр уже немножко сдала так сказать позиции сдает вернее вот сейчас да дорогие друзья мы видим с вами уникальные кадры победы тридцатишкой войны двойки это действительно уникальные кадры потому что конечно потрясающие спортсмены владимир парфиноч сергей чухрай герои олимпийских сражений великие великие спортсмены на нашем экране и третья золотая награда владимира парфиновича вот так это было вот так это было 30 лет тому назад конечно мы не смогли в этот репортаж вместить все заезды естественно некоторые кадры некоторые соревнования к сожалению пропали бесследно были утеряны и поэтому мы не смогли их как бы отыскать и включить наш сегодняшний репортаж но я надеюсь то что вы сегодня увидели все дает представление о прекрасной московской олимпиаде и если и говорил кто-то что из-за бойкота олимпиада была менее интересной не такой значимой то здесь на грибном канале в крылацком этого сказать было никак нельзя здесь была настоящая борьба настоящие соперники и настоящие победы из золотые награды ну а теперь давайте побываем с вами на церемонии награждения которым проходило 30 лет назад ну вот естественно зрители которые болели посмотрите как они реагируют забавно дарцы альбомы болели конечно очень сильные от души ну да какие-то такие лица совсем другие да из той жизни вот золотые медали олимпийские в это нам были расстроены льсович даваться не было у вас у медали московской олимпиады трудно сказать насколько был расстроен во всяком случае конечно хотелось бы выиграть но сожалению на церемонии награждения побывать не удалось но вы видели все тогда да вот сейчас выходит на награждение владимир прахвинович сергей чухрай красной форме кстати испанцы которые заняли на третье место тоже не красные желтые национальные цвета было плюс 24 градусов завоевала команда советского союза вот так вот это было великие спортсмены владимир порфинович сергей чухрай получают золотые награды олимпийских игр ну а рядом с ними на пьедестале почета и штван саба и и штван йош венгерская пара венгерская двойка испанцы стали бронзовыми призерами московской олимпиады луис рамон миссионе и герминио менендес родригес очень красиво было церемонии награждения с участием нашего военно-морского флота да 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 ну вообще я хочу сказать что олимпиад это было сделано очень здорово на самом деле по тем временам все было на очень высоком уровне действительно очень высоком и места соревнований и в общем-то все оформление соревнований ну и досматривая так сказать эту церемонию награждения любую с планами этого грибнова замечательного нашего канала глядя на эти лица людей которые были тогда свидетелями этих замечательных и памятных для для нас событий московской олимпиады нам остается заслуженным мастером спорта александром виноградовым попрощаться с вами сказать до свидания и послушать день советского союза московской олимпиады московской олимпиады олимпиады